Изменения, которые произошли на полуострове за эти пять лет, впечатляют. Через Керченский пролив проложили самую длинную переправу в Европе – Крымский мост. В Симферополе открылся новый терминал международного аэропорта. Крыму также за последние пять лет удалось полностью добиться энергетической независимости от Украины. Построен энергомост и газопровод из Кубани, а также две новые ТЭС. Крым наш. Сегодня эта фраза звучит из уст практически каждого человека. Ровно пять лет назад состоялся референдум, на котором жители полуострова сделали свой выбор. Юбилейную дату отмечают с размахом. Акции, флешмобы, праздничные шествия – как отмечают в Электрогорске. Посмотрим. Празднование юбилейной годовщины началось с флешмоба с участием танцевальной студии «Лига» из Молодежного центра. Глава города поздравил жителей с праздником и отметил историческую важность события. Ведь для нашего города это еще и большой шаг вперед к установлению дружественных связей и побратимских отношений с городом Ялта. Для нас стало самым значимым, самым большим событием для нашего города – это установление побратимских отношений с Республикой Крым, в частности с городом Ялта. Мы поддерживаем партнерские и дружеские отношения, общаемся, обмениваемся опытом и являемся побратимами друг у друга. В этот праздничный день я желаю всем мирного неба над головой, счастья, любви, удачи и самое главное – процветания всем нам и нашему любимому городу Электрогорску. С праздником вас! После официальной части на сцене выступили творческие коллективы города, танцевальная студия «Лига», хоры, вокалисты детской школы искусств, вокальный ансамбль «Конфетти» и Центр дополнительного образования «Истоки». Время менять, обещания спортивые, но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честно, любивые, завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сильная команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставить лица силы? Кто, если не мы, свободная Россия? И сколько бы лет ни прошло, жители не переставая будут радоваться тому, что, наконец-то, Крым в родной гавани. Я лично очень рада, очень. И мы хотим, чтобы так было, и хотим ездить отдыхать туда. Рада. А ездили вообще отдыхать? Нет, нет, не ездила. Пока он был, так сказать, зарубежный, не ездила. А теперь могу спокойно поехать. Я очень рада, что он нам вернулся с первых дней и до сих пор рада. Ну, считаю, что это очень положительный момент в нашей истории. Ездите в Крым отдыхать? Да, конечно, каждый год. А вот когда мост построили, уже катались по нему? Нет, в этом году планируем первый раз поехать. Очень позитивно. Ездите отдыхать? Собираемся. По новому мосту прокатиться хочется, да? Очень хочется. И надеемся, что железнодорожный мост будет сдан в ближайшее время. Ну, вообще, как бы я, конечно же, представитель Советского Союза. Поэтому целостность нашего государства всегда приветствуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова